Кто действительно? Рома, я тебя слушаю. В этом зале есть два адекватных человека. Это Смешинка, которую я знаю с 2007 года. Это для вас, она Наташа Орлова, для меня она Смешинка. И Рома Андреев, тоже довольно-таки давно знаю. Вещи, которые... Вот, называется сделки на Smart Lab. В принципе, все, что Рома говорил, имеет полнейшее рациональное звено. На самом деле, действительно, там толпа, крупняки, все остальное. Я сегодня просто вам расскажу вещи, которые, в принципе, делаю я. Покажу картинки, потому что очень часто люди говорят одну вещь. Герчик торгует горизонтальный уровень. Я не торгую горизонтальный уровень, я торгую зоны. А горизонтальный уровень только для того, чтобы прицепить стоп. И покажу, в принципе, как торгую я. Дело в том, что Рома опять заметил очень правильную вещь. Что на последние две недели, когда рынок начал валить, особенно на Smart Lab у нас там в последнее время появилось огромное количество... Как, Рома, ты их называешь? Гуры? Гуры? Да, гуры. Я видел в последнее время Кречетов, Ванюта, Кобылин. Блядь, Коровин, вернее, все время путаю. Да. Я потом просто расскажу свое мнение, я сегодня буду очень скромно выступать. И у меня есть презентация. Дело в том, что, к сожалению, большое количество практически из вас, почему, в принципе, пытается подкупить, это те люди, которые не проходили 2008 год. И сегодня я вам покажу просто несколько примеров, потому что обычно люди не верят в что. Никто не верит в то, что им говорят. Люди верят, да, это она. Потом откроешь. Люди верят только в то, что они видят, поэтому я сегодня попытаюсь вам показать определенные вещи. Да и не просто покажу, а я вам, в принципе, еще кое-какие доказательства покажу. Почему, например, люди могут зарабатывать деньги раз, почему все уже никто не смотрит, все уже пошли туда. Еще рано смотреть? Тима, еще рано. Я тебе дам команду, ты будешь делать. Я вам привез специально для вас даже, чтобы все-таки интересно послушать разок Герчика, что же это, блядь, за фрукт, а? Я вам даже привез налоговые декларации. Думаю, ну для вас разок посмотрите, что такое и кто деньги зарабатывает на этом рынке. Да, я, конечно, не кукловод, да, но по несколько миллионов в год зарабатывал, я вам покажу. И самое интересное сегодня, когда останется стейтмент, есть тоже, не проблема. Есть стейтмент, кстати, 10-летней давности. Здесь не покажу, там есть цифры, но кто-то хочет отдельно в кулуарах без записи, может выйти со мной, я покажу. Сразу говорю, здесь есть картинки, которые закрашены, это для толпы, кто захочет отдельно со мной пообщаться. Это не пропаганда семинара. Нет, нет, там есть незакрашенные странички, я выйду отдельно с вами, вы без камеры сможете посмотреть, кто, какие фамилии, налоговые номера и все остальное. Потому что очень часто идут разговоры, заработал, не заработал, заработал, сколько стоит слушать или нет. Ну вот один раз, думаю, все-таки я давно уже на смарт-лабе не был и скорее всего не буду. Я Тиме на самом деле высказал свое маленькое фе, и иногда мне за Васю Оленика обидно, пускай у нас может не всегда сходятся наши мнения, но во всяком случае, когда человек пишет и пишет много интересно, не всегда может для кого-то это подходит или точка зрения человека неинтересна, надо просто иметь элементарное его уважение. Поэтому я надеюсь, что та публика, которая сидит здесь, они хотя бы имеют уважение к себе. Просто покажу сейчас, я очень люблю рисовать, хотя рисовать не умею. Помните, я как в сказке «Маленький принц», когда мне было 6 лет от роду, мои родители сказали, чтобы я занялся чем-то полезным, и я в Вере стал рисовать. И раньше я рисовал этого, как там Тима, удава в этом вот, да, в шляпе? Тим, вообще-то это должен ты делать. Я приглашенный гость. И так, я просто вам покажу, на самом деле, почему, почему, сейчас упадет, да, почему то, что я вам покажу, имеет право на жизнь. Я на самом деле, всегда график делится у меня по-простому на зоны. Естественно, зоны образованы уровнями. Я сейчас быстро нарисую и покажу, у меня очень много картинок. То есть, те, кто торгуют, знают, есть обыкновенная статистика. Я не пытаюсь придумать что-то новое, я просто скажу так, что, к сожалению, 3 четвертых времени рынок находится в тренде, извиняюсь, в рендже, и только 1 четвертую часть времени находится в тренде. Проблема с тем, что очень часто, когда люди видят вот такое выдвижение, все говорят, что есть слово «дешево». Как я уже сказал, эти люди никогда не торговали в 2008 году. Я торгую предельно просто. Для меня каждая сделка, которую я делаю, это так называемый моментум. Что значит моментум? То есть, весь, я сейчас покажу вам графики, они как раз делали с помощью Волфикса. Кто-то говорит «Волфикс вуфел», я говорю конкретно, что Волфикс – это система, которая помогает работать. То есть, это не панацея. И многие говорят, что Волфикс – это панацея. Нет, но Волфикс очень сильно помогает. Я покажу, откуда берутся уровни, почему уровень – это уровень, почему он расположен именно в этом месте, и почему он это показывает. То есть, что торгую я? У меня любая сделка, даже любая среднесрочная сделка, она начинается со сделки, так называемым моментом. То есть, я смотрю, в какую по-простому зону, в какую зону входит инструмент. Это то, что делают очень многие люди. То есть, если, например, инструмент заходит сюда и только начинает работать от верхней границы, а я вам покажу, откуда берутся верхние границы. То есть, вы должны понимать одну вещь. Все, что происходит в канале – это единственное место, где крупный игрок может набрать себе позу. И до тех пор, пока он не подойдет к верхней или нижней границе канала, невозможно абсолютно понять, кто это. То есть, покупает он или продает. По каким-то моментам, по поведению его. То есть, например, там большие бары или большой объем. То есть, только тогда, когда он подходит к границам канала, более-менее можно понять, все-таки, какой игрок вырисовывается. Но, когда вы смотрите, что здесь действительно идет аккумуляционная модель, то есть, большой игрок постоянно набирает позицию внутри этого канала. Только за счет того, что он по-простому, как вы любите говорить, пилит, он не пилит, он просто собирает позицию. И очень многие любят рассказывать интересные истории про кукловодов. Так вот, скорее всего, наверное, из всех вышеперечисленных из вас и всех, кого вы знаете, я, наверное, единственный, который знает все о них. Объясню, с какой стороны. Первое. Я эту историю тоже, может, никогда не рассказывал. Один из моих родственников, мой дядя, зовут его Михаил, в свое время управлял фондом в 4 миллиарда долларов. И я всегда знал, как, особенно в последнее время, как крупняк набирает позицию. Один из моих друзей в России управлял самым большим деском. Здесь в компании не буду, к сожалению, громко говорить. То есть, по сути дела, никто не пытается вас развести. Когда люди говорят, вот там кукловод разводят, никто не пытается никого развести. Крупный игрок, когда строит позицию, его задача построить себе позицию. Самое интересное, что любой из вас, если бы вам нужно было что-то собрать на рынке, вы поступали бы абсолютно так же. Как делают люди, когда один человек в квартире не продает свою квартиру в доме из 30 квартир? Правильно, видите, вы знаете, что делают. Поджигают или там разбивают голову или еще что-то. Вот абсолютно то же самое происходит на рынке. Когда человеку, большому крупному игроку, не отдают позицию, что он делает? Мне стесняется, он забирает. Как он может ее забрать? Предельно просто. Он выходит либо за границы, либо посылает какую-то большую свечу. То есть, эти простые вещи, каждый из вас подумает и скажет, такого не может быть, это чересчур просто. Но на самом деле, инструмент всегда двигается с одной зоны, заходит в другую, со второй, в третью, с третьей в четвертую, и потом начинает выходить. 2008 год показал, что 95% людей как раз были неправы. Я сегодня покажу, сколько денег я заработал в 2008 году. Как говорит Илья Коровин, самый плохой год, когда работали, люди получали проскальзывание, все потеряли деньги. Но это один из моих лучших годов был. И я работал и заработал деньги только по одной простой причине, потому что я не думал. Дело в том, что очень многие из вас думают, думают, что они знают фундаментал. Я в последнее время читаю. Самое глупое, что может человек сказать, а давайте объясним вот это движение. Все можно объяснить. Все можно объяснить. Муж уходит от жены, можно объяснить. Муж плохой, жена плохая, он не дала, она не дала. То есть, по сути дела, любое движение на рынке можно объяснить. Почему нефть пошла вниз, раз какая-то вышла новость. Роман правильно в последнем слайде очень правильно написал. Не торгуйте сентимент новости, торгуйте сентимент толпы. Сегодня я покажу вам одну картинку. Давайте я просто с нее начну, потом я перейду к этому и вы посмотрите. Тима, открой, пожалуйста, нам. Вот я вам сейчас просто покажу две вещи. Первое. Открой сделки и открой мне нефть месяц. Я вам сейчас просто покажу несколько примеров. Итак, вот смотрите, ваш смешинка, твой любимый, график нефти. Вот посмотрите, нефть 2008-2009 год. Кто в этом зале торгует Америку? Вася, ты эту историю не знаешь, тоже я тебе гарантирую. Я понял. Это тоже нормально. Так вот, это график нефти. Кто хотя бы понимает элементарные вещи, тот знает, какой самый большой расход нефтяных, я извиняюсь, какой самый большой расход компании, которая занимается авиационными кругоперевозками. Топливо. Сколько занимает топливо? 75. От 75 до 80% компаний, которые заправляются керосином, все заработки Euroflot, всего остается на распределение прибыли порядка 25-30%. Почему я привел пример этого графика? Если вы посмотрите, в конце 2008 года нефть стала расти. Скажу честно, что я о нефти, наверное, знаю сотую часть от того, что знает Смешинка. Одно маленькое но. Вась, то есть, если посмотреть на это и если подумать то, что я сказал, то по сути дела, что должно быть с авиационными компаниями во время, когда нефть начинает удваиваться и утраиваться? Что они должны делать? Падать, абсолютно верно. Если вы посмотрите весь рынок, весь рынок упал. Delta Air Line, American Air Line и все остальные авиалинии упали. Тимофей, ты потом будешь делать. Что здесь там с телками переписываешься? Закрывай. Нет, это не то, в другую сторону. Сейчас. Вот открой, вот этот. Смотрите, я просто к чему сейчас привожу. Я привожу к той ситуации, что вы понимали одну вещь, что единственное, что он никогда не обманывает, не обманывает, только график. Фундаментал вы можете знать 250 раз. Вот посмотрите внимательно. Это компания, которая называется Alaska Air. В то время, когда нефть шла, это была единственная компания, которая удвоилась и утроилась. А, а теперь вопрос к залу. Почему? 11 человек правильно ответил, абсолютно верно. Компания захеджировала позицию по нефти. Так вот, если вы в этот момент не понимаете, что по-простому они делают, вы не лезете в фундаментал, вы знать не можете. Это единственное, что вы можете предположить. Если посмотреть фундаментал компании, то деньги как раз абсолютно верно молодой человек сказал, либо он знает, либо он догадался. Ты знаешь, или догадался? А? Молодец, это хорошо. Ну ты один из зала. Вот, давайте я поаплодирую, ему приятно будет. Молодец, абсолютно верно. То есть, эта компания была, в которой сидели нефтетрейдеры, которые по-простому захеджировали компанию. То есть, если что, я почему знаю эту историю, потому что эта история была против моей логики, так как я всегда знаю, что нефть должна идти, а Рома абсолютно правильно сказал. Есть вещи, которые абсолютно нелогичны. И рынок, это как раз то место, которое не всегда подается логике. Тут надо просто смотреть картинку и понимать, что происходит. Это один из примеров. То есть, что происходит в данной картинке, как вы видите, эта компания очень удачно, при том, посмотрите, им практически абсолютно было безразлично, чем занимается нефть. Вот этот график, посмотрите, эта компания там с 5 долларов сегодня стоит 100, в 20 раз. То есть, в этой компании сидят супернефтетрейдеры какие-то, которые постоянно хеджировали, компания была захеджирована по 37,5 долларов по нефти, то есть, когда нефть стала стоить 100, компания заработала огромные деньги. К чему, в принципе, этот маленький, короткий видеоролик? К тому, что не пытаетесь объяснить каждую новость. Я как смарт-лаб открываю, блядь, одни экономисты. Я, блядь, думаю вообще, куда я попал на самом деле, все об этом знают. То есть, либо одни экономисты, а потом у нас еще новое слово есть. Я знаю, Тима, даже если меня не пригласят, я сегодня выскажусь. Потом у нас есть новое, новое слово, это очень модное. Геополитика. У нас все просто, вот одни политики я недавно смотрел, и там просто от Венесуэлы заканчивая всем остальным. Так вот, я вам на этом еще один пример приведу. Один из моих клиентов, и я сегодня покажу, там один из счетов, который у меня есть в управлении. Один из моих клиентов, бывший пошел Советского Союза. Человек проработал 23 года, притом в Америке. Так вот, вы знаете, что мне недавно этот человек сказал, он приезжал ко мне домой две недели назад. К сожалению, фамилию не могу, но вы зайдите в интернет, посмотрите. Так вот, этот человек мне сказал. Была очень одна интересная ситуация, как бы эта ситуация уже рассекречена, когда этот человек выступал в Бостонском университете, в него стреляли. И когда узнали, от чего из него стреляли, потому что, в принципе, пришел человек восточной внешности, как сейчас можно говорить, ну или по-простому араб, и говорит, а что советские войска делают в Афганистане? Это абсолютно правдивая история. Он говорит, ну, советские войска в Афганистане занимают мирную позицию. Он сказал, а кто убил президента Амина? Он говорит, мы никакого отношения к этому не имеем. А это оказалось, в будущем это был человек, который был его какой-то родственник. То есть, что произошло? В него стреляли, он рассказывает историю. Знаете, что он мне сказал? Он говорит, самое обидное, что я сам не знал. Я читал ту бумажку, которую мне дали в депеше рассказать людям. То есть, если вы думаете, что даже человек, который выходит, он знает все, ответа абсолютно нет. Поэтому, еще раз, Романа выступления еще раз показывают, и я тут с Романом полностью солидарен. Рынок это не то место, будут картинки. Давай, Тима, откроем пару картинок. Я просто покажу, как устроены горизонтальные уровни. Закрывай. А, вот еще одна очень интересная картинка. Открой. Следующая. Да. Итак, кто знает историю этой компании? Компания VRX, VLN Pharmaceuticals. Абсолютно верно. Кто себя в зале считает умным человеком? Я даже руку не подниму. Ну и молодцы, и вы тоже. Правильно, лучше не поднимать. Так вот, значит, один из самых больших инвесторов, который сидел в этой компании, это Билл Акман. Человек строил позицию, средняя по позиции была порядка 80 долларов. Я недавно даже делал перископ, у меня такая штучка есть, и я рассказывал про эту компанию еще до того, как она упала. Я рассказывал, что ее похоронят. Так вот, Билл Акман имел самую сильную позицию в этой. Кто не знает, кто такой Билл Акман, это человек, который на сегодняшний день личное состояние от 2 миллиардов долларов, и человек, который на протяжении последних 20 лет показал среднюю доходность выше 30%. Если бы он мне сегодня сказал, Саша, за часовой интервью приедет по мой полы недели 3, я думаю, что я бы и туфли почистил, и все остальное. Не приглашаю. Так вот, это вот, знаете, я для некоторых звезда, вот он для меня, там, можете себе представить, 20 лет человек показывал доходность выше 30% годовых. Посмотрите его фон. Так вот, это человек, который знал в компании все. Это была одна из самых любимых его компаний. Этот человек потерял в этом стаке больше 2 миллиардов долларов. Знаете, где он выходил? Вот он выходил, первый самый большой объем, где написано 500 миллионов, цена выхода была 12 долларов. Со 100 долларов акция пошла до 260, он все это, вот это, все это движение пересидел. Это вам показывает о том, что даже когда человек чересчур сильно много знает, это тоже очень губительная сторона. Это правдивая история, кто не верит, зайдите в интернет, посмотрите. Вышел он 3 или 4 недели назад, если бы вы видели его выражение лица, его показали на фотографии, он сидел вот так вот. Хотя, часть в портфеле была очень небольшая, это всего, эта акция была порядка 4%, но человек до последнего, зная фундаментал, не выходил с этой акции. Как вы думаете, кто знает больше самого крупного инвестора в компании? А это все публичные данные, заходите там, кто торгует Америку или знает Америку, заходят на страничку американского, вернее, СССР и смотрят, какие были поданы документы на закрытие или открытие позиций. Вот один день, в понедельник он пришел, представляете, Тима Мата, можно ругаться? Вот представляете, по-простому, никто не захочет это представить. Когда у вас хер в заднице сидит, уже так глубоко, вы говорите, ну все, все, вытаскивай. Вот это та ситуация. То есть он, ну так и есть, спасибо, да, так и есть. То есть это та ситуация, это та ситуация, когда по-простому там уже не в моготу было, и даже фотография была такая, знаете, типа, ну ошибся. Такому человеку, как он, просто непростительно, он знал все о бумаге, считал, что эта бумага покажет по-простому ему все. Поэтому к чему я привел три этих примера? Очень часто, очень часто люди не знают информации и пытаются что-то делать. Одно маленькое но. Я эту бумагу шортил, можете посмотреть мой перископ. Два года назад я начинал шортить в 2000, не, даже меньше, два года назад. Я начинал шортить эту бумагу по 140 долларов по одной простой причине. Не забывайте одну вещь. Рынок всегда делится на плоскости. Одна плоскость, это те, кто зарабатывает, а другая плоскость, те, кто еще пока не теряет. Так вот, когда из одной плоскости мы переходим в другую, вот как раз и начинается вот эта боль. И у каждого человека, как и у любого трейдера, есть болевой порог. То есть, пока в зоне вы сидите, в нормальной, вы зарабатываете деньги, вот, например, кто, смотрите, последние два дня на российском рынке был рост. То есть, кто купил в самом низу, и те, кто купил на следующий день, они пока в шоколаде. Когда они начнут болеть? Когда будет обновлен локальный минимум? Правильно? То есть, когда будут обновлены локальный минимум, и те, и те будут бояться. Вопрос один. Первое. Давайте сейчас вместе поиграем в игру. Кто купил в первый день разворота? Поднимайте руки, не стесняйтесь. Не, я думаю, что нет еще. Вот у нас один. Не стесняйся, поднимай, ничего страшного. Ты один? Кто еще? Кто купил на второй день разворота? А, ну, здесь все умные, здесь все ждут, пока Роман Андреев даст сигнал. Ну, смешинка, ты, ты, как Рома сказала, ты вообще сделана из другого теста столько лет, сколько я тебя знаю. Какая разница? Зарабатываешь деньги. Как ты зарабатываешь? Понимаешь, ты один из тех людей, которых нельзя судить никак. Ты просто зарабатываешь деньги. И тебе просто, если бы ты была мальчиком, ты бы сказал, мне похуй, что обо мне думают. Вот и все. Ну, сегодня хотя бы, а? Так я абсолютно верно. Я просто иногда смотрю, когда, знаете, какая-то маленькая хуйня на смарт-лабе, блядь, из какой-то деревни, блядь, ебеня-2 пишет там в смешинке, что она, блядь, неправильно торгует. Она на сделке сделала там 6 миллионов рублей или 5, сколько, я не видел. 8, я не хотел тебя обидеть. 8 миллионов рублей, и человек сидит с 30 тысяч, говорит, блядь, ебтой, ты что ты, у тебя левые сделки. Но сегодня, я сегодня хочу, чтобы сегодня мое выступление закончилось, и потому что, я просто пошутил, а потому что, знаете, в Америке есть такое выражение, I know my shit. То есть, I know my shit. И здесь есть люди, кто был у меня дома, и они знают, как я живу, на чем я езжу, и где я зарабатываю деньги. Поэтому, сейчас убираем эту картинку, и я, кстати, буквально 3 недели назад вышел с перископом и сказал, что эту акцию надо продолжать шортить по одной простой причине, это следующая акция, это банкрот. А теперь я вам задам один вопрос, на котором в зале никто не знает ответ. Какое количество за 10 лет в Америке акций выходит из бизнеса? Есть точная цифра? Кто не знает, даже не гадайте. Уходит из бизнеса? Не, 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 уходит из бизнеса вообще. То есть, банкрот, это значит, что она из биржи выходит и это всюду выходит. 23 процента. Нет, 90 процентов ты загнул. Ты что? 23 процента всех акций на американской бирже рано или поздно выходят из бизнеса за период 10 лет. И есть даже такие фонды, которые только на этом зарабатывают. То есть, они идентифицируют акции, которые, скорее всего, в будущем будут банкроты. Так, теперь давай. Нет, мы закроем пока эту картинку. Давай, закрывай. Что ты закрыл? Другую закрой, там где фабка. Я тебе говорю, пить нельзя, Тима. Вот, Он пил, пил, я видел. Через трубочку. Это чай. Это ты видишь, что это чай. В Америке это уже давно пипсиколы с коньяком разбавились. О, молодец. Вот, открой вот этот файлик. Нет, другой. Да, молодец. Да, я нажимаю. Я принесу, ой, блядь, плохо видно. Ну, к сожалению, Волфикс только такие цвета имеет. Можно свет потушить? А, ну, отлично, смотрите на тех мониторах, да. Так вот, я просто вам показываю пример. Если вы посмотрите верхний график, то везде приведены в этом графике два примера. Пример номер один. Первый. Это обыкновенные горизонтальные уровни, там, с точками излома тренда, либо там, касаниями, или очень простенькие. А внизу, внизу, именно Волфикс, который показывает объем. Самое интересное, что здесь не просто поставлен профиль объема, кто торгует профиль, вернее, кто торгует Волфикс, тот понимает. Здесь стоят повышенные объемы, то есть здесь изначально стоит такое количество контрактов в моменте, то есть так называемый кластер. Не просто кластер, который стоит везде, а здесь кластера увеличены в 5-10 раз. То есть здесь стоят панормальные, паранормальные так называемые кластера, то есть те границы, в которых стоит самый большой объем. Так вот, если вы посмотрите внимательно, то вы увидите, что между кластерами, на второй картинке, на нижней, идет такой очень сильный набор позиций. То есть, что самое тяжелое? Самое тяжелое, естественно, посмотреть, куда выходит кластер, откуда выходит объем и куда нас потянут. Здесь маловато информации, потому что не хватает дневки, но очень часто, если вы увидите, особенно на нижней картинке, там действительно начинает видно, где появляется лимитный игрок. И вот там даже написано. Что там написано, тема? Как ты не можешь прочитать? Давай увеличь. Вот, давайте посмотрим. Более 5000 контрактов за один час, что очень много. То есть, в данной ситуации, вот посмотрите, на этом кластере, то есть, торгуются только вещи, кто раз понимает в Офикс, торгуются только те вещи, вот если вы видите вот эту синенькую штучку, это кластер. То есть, видно, что кластер выходит, выходит большой игрок и его загоняет куда? Под уровень. Что в таких ситуациях делаю я? Я никогда не знаю, сколько инструмент будет идти. Один день, два дня, три дня, пять дней. Моя каждая сделка практически всегда начинается с обыкновенной сделки. Она не то, что интродейная, но я ее держу на несколько дней. Я ставлю всегда стоп. Обычно стопы у меня за хвост, а не за уровень. Хотя, если вы же начинаете выкидывать стопы, выбрасывают по любой цене. Так вот, я всегда смотрю, в принципе, где вышли самые большие объемы. По-простому, где у меня стоит стоп, где у меня будет тейк, сколько я смогу взять позиции. Если дневка закрывается хорошо, я просто поддержаю удерживать позицию. У меня дальше, я покажу это, я покажу несколько обыкновенных сделок, которые мои студенты сделали. По МВВБ, по магниту и все остальное. Проблема в том, что человек потом садится и начинает гадать. Не надо гадать. Работают на рынке на самом деле. Сейчас зал может разделиться на две части, и, как говорят, смешинка мне похуй. Кто-то поверит, кто-то не поверит. Если кому-то просто понравится и захотят картинки, пожалуйста, я вам по-простому подарю. Но самая главная вещь, попробуйте, придите домой, возьмите, просто разделите. Сейчас я покажу, например, Газпром, и как отторговал Газпром, вы посмотрите уровень. Если вы будете понимать динамику рынка, еще раз, Рома Андреев очень правильно сказал, вам абсолютно безразлично, какой торговать инструмент. Все. То, что говорила смешинка, она где-то утаила. На самом деле уровень, до которого она хотела сидеть, был обыкновенным уровнем, абсолютно адекватным. И, может, в другой ситуации мы бы до него дошли. Что абсолютно нормально. Но она правильно говорит, не пошел в мою сторону, я получила свой стоп и ушла. И есть замечательная поговорка. Я за это тебя очень люблю. Не судят победителей. Вот просто не судят. И когда, я же опять же, я за своих могу порвать. Если когда Наташе кто-то пишет, там, блядь, да ты посмотри, хочется сказать, гибли, подойди к зеркалу, да посмотри на себя. По-простому. Ну, конечно, это, о чем мы вообще говорим, 8 миллионов сделки, это, конечно, вообще не по-смартлабовски, это как-то, ну, по-нищенски. А? Ну, это мало, ты должна стремиться к большему, понимаешь, планка задрана. Давай, Тима, другую картинку. Тима, какие-то телок рассматривай. Некрасивые. А это пацаны еще хуже, Тима. Давай следующую картинку. Да. Да, открывай. Подожди. Вот, смотрите, что просто показывает, покажи сначала дневку наверху, давай, ассистируй мне. Вот, посмотрите внимательно. Здесь стоят обыкновенные горизонтальные уровни, например, которые просто проведены от руки. Что показывает горизонтальный уровень впереди просто? То есть, либо остановку, либо проторговку, либо какой-то паранормальный бар, либо еще остановку. Давайте, Тима, нижнюю картинку. А теперь посмотрите просто нижнюю картинку. Вот это зона накопления, давай, тяни ее. Да, то есть, вы видите одну вещь, что в этой зоне, видите, просто накапливают. Вот обыкновенный ложный пробой, который выходит за объем. То есть, здесь точно такая цифра, как и на горизонтальном уровне. То есть горизонтальные уровни, это никто что-то придумал просто и сказали, что вот горизонтальные уровни. Торгуется зона, то есть торгуется зона, есть по-простому, давайте по-вашему скажем, уровни поддержки и уровни сопротивления. Они есть в широком канале, есть в узком канале, и вы видите, вон они наверху, в обыкновенном канале, кто торгует зоны, и дальше, естественно, в зоне идет набор позиций. Как, как не в зоне, крупный игрок может набрать, даже Тимофей заинтересовался, думает, что за хуйня, у меня в книге написано, что эта хуйня не работает, а тут вроде, блядь, смысл появился, да, Тима? Тима, это, кстати, не я, когда твою книгу не читал, это там люди сказали. Тима говорит уровни нервов. Я от этого Тимофея меньше не люблю, мы с ним в идеальных отношениях. Ну человеку нравится книгу писать, ну почему нет? В каждой книге есть рациональное звено, в каждой. Я поэтому люблю книги про спорт, потому что в спорте все честно, либо, блядь, ты олимпийский чемпион, либо ты никто. Все. Все. Мастер спорта по боксу, это еще котируется немножко. Потому что, в принципе, страшновато, может нос поломать. А все остальное там можно выдержать. Староразрядника я выдержал. Побольше, конечно, уже слабовато. Ну а когда ты уже там в возрасте, уже все силы тают, там уже можно побороться. Давай следующую картинку. Так, сколько времени у меня в запасе есть? Давай минут 10. Ты что, охуел? Хорошо, подожди. Тогда давай быстро. 10 это мало. Сейчас. Я не все успею рассказать. Давай я пролистаю. Не-не, сейчас я тебе покажу. Сейчас. Я специально сделал для Smart Lab картинки по Газпрому и по Сбербанку. Это не здесь. Как? Не может быть. О, отлично. Вот, смотрите, Газпром. Давай. Да. Вот, посмотрите, Газпром. Да, можешь прямо показать. Вот зона накопления, в которой был Газпром. Нижний график. Смотрите. Это зона накопления. Покажи цифры, чтобы люди видели. Видите? 158, 147. Теперь верни назад. Смотрите. Средний дневной объем, видите, просчитан. В один час начинает проторговываться треть или четыре от объема. То есть объем пытается, начинается куда-то выходить. Когда высокий объем выходит, его кто-то пытается удержать. Вот подтверждение зоны накопления. Дальше. Саша, это один из моих студентов. Вот он торгует кластер. Видите? То есть, когда выходит большой кластер, значит, вышел большой объем. Кто гонит деньги? Гонит деньги только крупный игрок, у которого есть объем. Он может сделать на рынке все, что он хочет. Крупный игрок. Не называйте его кукловод или не кукловод. Один из моих учеников, он еще смотрит по простому дельту. Отрицательную или положительную. Это, в принципе, с головой хватает. А теперь покажи верхний график. Верхний. Видите? Тик-стик, зона накопления. Он из Узбекистана, поэтому это нормально. Но вы зря смеетесь. Этот человек зарабатывает очень приличные деньги. Больше 75% положительных сделок. Работал полтора года, только изучал в Волфикс. Включи. Там есть круче, там охуеть из картинки и все остальное. Верни верхнюю, Тима. Ну, блядь, Тима, давай. Ты у меня время забираешь. Тима, верхнюю картинку, Тима, верхнюю. Да. Вот покажи. Вот, смотрите внимательно. Вот от зоны накопления начинается. То есть, по сути дела, не вышел ни объем, ничего. Только когда первый раз «Газпром» сделал ложный пробой, вот только там, вот два дня назад, в четверг вернее, только там, да, потяни молодец. Во. Видите, вот только там, после накопления, видите, это еще была картинка сделана два дня до того, как «Газпром» развернулся. То есть, после того, как он сделал ложный пробой, когда вышел объем, только произошел по-другому разворот. То есть, и таких картинок, ну, давай еще посмотрим, там еще следующая картинка есть. О, отлично. Вот, смотрите внимательно, это, ну, не имеет значения, какой инструмент, абсолютно не важно, это Nikkei. Да? То есть, абсолютно не принципиально, я просто показываю. Вот, смотрите, вот зона накопления, видите, посмотрите, как четко отрабатывается простой канал. Опять же, можете в это верить. Мой совет один, я всем говорю, даже всегда на семинаре, не надо никому верить, даже, знаете, анекдот есть. Мужик стирает джинсы, говорит, никому в этой жизни нельзя верить, даже самому себе, я только пукнуть хотел. Поэтому, поэтому, придите домой, просто посмотрите, самое главное, правильно проведенный уровень. Вот, смотрите, как подтверждается профиль, видите, подтверждается ценой, цена вверху. Посмотрите, как точно отрабатывается и кластер. То есть, самый сильный объем именно выходит там, после того, когда инструмент начинает уже кого-то ввести в ту или иную сторону. То есть, сначала выйдет объем, если объем удерживается, значит, уровень будет отрабатывать, его будут держать. Если уровень, объем не сможет съесть, то дальше после этого начинается падение. Вопрос один. Первое. За счет кого начинается движение после накопления? Первое, выходят лонги, второе, выходят шарты, и третье, парень, который сам накапливал позу, он его туда погнал, он сам форсирует движение. Кто когда-то себе задавал вопрос, чем сделаны большие хвосты? Большой хвост – это обыкновенная рыночная заявка. Простая рыночная заявка, для чего делается, пуляется в рынок простоянное количество акций, для того, чтобы посмотреть все-таки, где расположены стопы. Где расположены стопы? Там, где по-простому, или вернее, лимитные заявки. Там, где, куда она упрется. Упрел, уперлась туда, и посмотрите, очень часто происходит после этого, что? Что мы рано или поздно туда идем, по-любому. То есть крупный игрок всегда проверяет, почему. Тогда вопрос к вам. Следующий вопрос. Кто-то пытался себе объяснить, что такое треугольник? Вы очень любите красивые модельки. Треугольник, флаг. Иногда даже как бы до смешного доходит. Кто-то себе пытался объяснить там треугольник? Поджатие. Простой треугольник – это самая простая модель простого технического анализа, которая говорит о том, что крупный игрок себе, чтобы облегчить работу и не доходить до ближайшего уровня, просто себе освобождает дорогу из лимитных ордеров, которые стоят по дороге. Весь рынок стоит в лимитных ордерах. Весь. Если лимитных ордеров мало, то движение какое? Сильное. Вон, блядь, смешинка одна, молодец. Ей, плохо, она не думает, молодец. Все, правильно. Скалис сесть на коня, сел на коня, молодец. Наташка. Если по-простому загруженность идет, большое количество ордеров, инструмент очень тяжело идет. И после этого начинается выстрел. Почему? Потому что больше нет ордеров. Не надо задавать себе вопрос, я вам показал ситуацию с Билл Акманом. Не надо задавать вопрос, кто-то в тот день купил 30 миллионов акций. Кто это был? Я не знаю. Наверное, кто-то, кто решил, что там можно купить. И он тоже ошибся в какой-то момент. Сколько минут осталось? Ну, минут 10. Молодец. Давай тогда еще пару картинок. Давай поставим. Сейчас тогда убери картинки. Здесь все понятно. Кто потом хочет, подойдет. Я вообще могу Тимофею оставить флешку, пожалуйста, кому надо, если кому-то поможет. Нет, выключи. Сейчас я покажу другую картинку. Да. Давай открывай сделки. Давай открывай все уровни газа. Подожди. Все уровни газа, а потом откроешь сделку. Вот смотрите. Это, к сожалению, опять плохо видно. Я извиняюсь, не знал темный цвет. Это, значит, что я заставляю делать по-простому людей на семинаре. Значит, первое, в уровне можно не верить или с уровнями можно работать. Первое, значит, проводятся обыкновенные горизонтальные уровни. Это либо точки изломов тренда, либо проторговка. Например, на самом верхнем уровне, то, что был по Газпрому, я думаю, что многие его торговали, это был уровень, где просто стоял на лимитной бронебойной. Продавец, который просто не давал инструменту уйти. Для чего он там стоит? Разницы никакой нет. А теперь закрою эту сделку и посмотрите, на тех же уровнях будет обыкновенная сделка. Нет, это не дальше. Давай. Сейчас будет сделка Газпром. Давай дальше. Да. Вот специальный газ на конфу. Вот посмотрите. Да, я вам просто показываю. С того же уровня, с которым был нарисован, вот реальная сделка. То есть с коротким стопом в этом инструменте по-простому. Вот можете посмотреть, сколько сделка дала. То есть он в моменте просто ее оставил. Это вот совсем свежая сделка, которая была недавно сделана. То есть от того же уровня, который был проведен на дневном графике, да, а вот это уровень был с дневного графика, по-простому был сложным пробоем. Самая простецкая сделка на ложном пробое. А, первое. Вы прекрасно понимаете, откуда берется уровень. Вы уже поняли. Хотите верьте, хотите нет. Второе. Вы понимаете, за счет кого будет энергия. Кто самые сильные покупатели? Правильно, молодец. Вот и как смешинка Вася стал. Быстро начинаешь реагировать. Вася молодец, правильно говорит. Самые сильные покупатели – это шортисты, потому что им надо срочно закрываться. А самые сильные покупатели – это тот шортист, который сидит в прибыли. Они очень быстро вылетают. То есть вы понимаете, что если к инструменту, да, вот как к Газпром, вот показана специальная картинка аккумуляционная, когда вы видите, что большие бары начинают подходить и начинают по-простому выходить перед уровнем, то движение инструмента замедляется и дальше вы кладете на весы. Что все-таки будет? Будет пробой или будет ложный пробой? Если инструмент шел 15, 20, 30 дней подряд, то у него шансы, естественно, перевесом 70-80% то, что будет шорт. Теперь задаю вам простой вопрос, и вы все ответите на этот вопрос. Смешинка, сколько по нефти у нас хай был? 58. А теперь вам вопрос. Когда нефть пробьет 60 долларов, какая часть зала поставила бы на лонги? Поднимайте руки. Я скажу честно, должно было быть 90% зала. Почему? Потому что, когда нефть пробьет 59 долларов, там будет такой выход из канала, что там просто никому не дадут выйти. То есть будет очень сильный всплеск. Чем дольше инструмент стоит в канале и набирает позицию, тем сильнее будет всплеск. Кто не знает, откуда это берется? Знаешь, откуда это берется? Это берется с физики. Нет, хуже. У нас есть два вида энергии. Вы сейчас все посмеетесь, а потом увидите другие картинки. Есть два вида энергии. Какая? Кинетическая. Вася, молодец. Вася, потенциальное движение, это движение чего? Вася забыл. Плохо. Кого? У нас нет объема. У нас и массы тоже нет. С физикой у вас у всех очень плохо. Так вот, у нас есть энергия движения и энергия накопления. Закон физики говорит о том, это закон сохранения энергии. Это потенциальная энергия переходит в кинетическую и кинетическая переходит в потенциальную. Идет обмен энергиями. Это абсолютно нормальная вещь. Это почему все любят секс. Потому что идет объем, вернее, обмен энергиями. Поэтому, когда имитент очень долго стоит, он потом будет вылетать. Это обыкновенный нормальный закон физики. Если вы посмотрите нам на тот же КАМАЗ, на тот же АвтоВАЗ, на те же аптеки, вот они очень долго стоят. А почему они долго стоят? Кто скажет? Не стесняйтесь. Кого? Нет. Инструмент стоит долго на одном месте по одной простой причине. В инструменте абсолютно... Вот этот, блядь, семинар пришел умный у нас один. Так вот. Инструмент, крупный игрок для того, чтобы набрать позу, он будет рисовать все, что угодно. Если он не набрал достаточную позу, это фонд или это еще кто-то. Он будет ее держать на горизонтальном уровне. Будет ложные пробои постоянно делать. Ему надо позу. Если ему позу не отдают, он ее будет забирать. У каждого из вас есть порог. Если вам поставят ниже уровня, инструмент будет провалиться, вы будете все выходить. Все. Это закон. Я буду выходить, я буду ставить стоп. У смешинка, какая она смелая, у нее все равно есть критическая точка, где она выйдет. И это абсолютно нормально. Это ее критическая точка. Там 59, вернее, она там в лангах сейчас, да, если там 49, это все. Все у нее критическая точка. Рынок всегда делится на плоскости. Есть плоскость, в которой человек находится. Вот она находится в плоскости, где она со своими спекулями сидит в лангах. И это нормально. Для нее критическая точка 49. И она со своим объемом сделает первичное движение, потому что она будет в рынок выходить. Она не будет лимиткой выходить. Ее высадят там, где считают крупный игрок, а не там, где, блядь, Наташа захочет выйти. Я правильно говорю? Правильно. То есть, за счет таких Наташ, вы же понимаете, она не одна. И как раз берутся такие движения. То есть, мы приходим к тому, что по-простому весь рынок, он стоит в уровнях. Знаете, почему работает у меня? Я показывал когда-то один раз, по-моему, даже на SmartLive, показывал сделку по натуральному газу. Отработал уровень 12-летней давности. Правду я говорю или нет? Не, не, сделка была. Правду я говорю, что отработал уровень 12-летней давности? Конечно, нет. Этого уровня никогда там нет. Откуда взялся этот уровень? Вася мне сегодня в коридоре правильно сказал. Все видят. И Рома сказал тот же самый. Это то, что все видят. То есть, вам на рынке рисуют то, что крупный игрок хочет, чтобы вы видели. Вы видели, что там была остановка, и он ровно на том месте остановился. Почему? Потому что все видят одно и то же. Реагируют немножко по-разному. Тимофей сейчас решил, я буду писать новую книгу. Механизм трейдинга, и я напишу там, что уровни работают. Так, смотрите, это реальная сделка, как вы видите. Я специально человека заставил. Я другое решил. Сергей Дмитриевич, у вас нету к дяде Саше вопроса? Ну ничего страшного. А кто говорит, что надо верить? Я имел в виду тот же вопрос, что и к Роману. Не, мы сейчас, сейчас я покажу еще картинки. Здесь не вопрос, верю-не верю, это, блядь, не ромашка, дам-не дам. Тут не надо, каждый человек по-простому торгует по-своему. Я знаю одну вещь. Я вам сейчас просто покажу, на чем зарабатывает подавляющее большинство. Покажу в цифрах. Вася, ну мы об этом не говорим, зачем унижать людей. Не, не, Вась. На самом деле, да, я же сказал, Васю можно любить или Васю можно не любить, но Вася говорит очень правильные вещи, потому что 99% из вас никогда в жизни не видели, как исполняется даже оргер в 100 миллионов долларов. А я сидел вместе с человеком, который нажимал сделку в 350 миллионов долларов по натуральному газу. И просто вот так, как в хуй не дует, сидит и... Это для вас там, бля, 350 миллионов увидели и обосрались. Человек сидит и... Вася правильно говорит. Когда вы побывали бы на таких десках, я был не один раз, я сказал, можете проверить, был такой фонд Александра. Это фонд был моего дяди. Я никогда с дядей не работал, принципиально не работаю с родственниками. Но я всегда видел, как берутся и делаются большие сделки. Как всегда, крупный фонд работает по средней цене. То есть, он не выставляет лимитную заявку, не всегда. Он выставляет лимитную заявку только тогда, когда он набрал. Почему? Потому что если проваливают имитент и все начнут как смешинка продавать, он обязан будет съесть этот объем. А он не сможет. Поэтому он пытается иногда удержать очень сильно лимитные ордера. Мой уважаемый трейдер, я очень люблю Лешу Майтрейда. В прямом смысле слова. Трейдер, который один из немногих понимает рынок. Так вот, мы иногда, когда спорим об уровнях, как вас зовут? Да. Сергей Дмитриевич, у меня к вам вопрос. Я помню. Я имя, может, не помню. Вопрос такой. Семь ударов в дневке копейка в копейку. Это что? Не, не, я вас спрашиваю. Я же не говорю. Вы скажите. Айсберг заявка не может быть на дневке семь раз в одной и той же уровень. Сто процентов. Скрытая заявка однозначная. Так что это? Тихо, подожди. Это случайность или закономерность? Не, не, не. Вы подождите, смотрите. Например, вот когда человек... Тихо. Ну ладно, давайте поаплодируем поаплодируем все вместе. Ответ был хуй его знает. Тихо. Видите, Тима сейчас мне еще даст 10 минут. Так вот, тихо. У меня просто такой вопрос. Смотрите. Когда меня спрашивают, хороший ли я водитель, хороший ли я водитель, я отвечаю да. И если следующий вопрос скажет, почему, я отвечаю на этот вопрос. Мне 46 лет, у меня права 30 лет, я ни разу не был в аварии. Я задал вопрос, вопрос, простой вопрос. Это вопрос, который я прямо сейчас вот открою. У меня есть файлик такой, который называется «Мои наблюдения». 7 ударов в дневке копейка в копейку на дневном графике мы говорим не за неликвидную акцию, за акцию с хорошим ликвидом. 30-40 миллионов долларов в день. Это случайность или закономерность? Тихо. Дневка подряд, все 7 ударов в дневной графике. Да, прямо один за другим. Не-не-не, еще раз объясняю. Давайте я вам скажу одну вещь. Как вы думаете, я езжу на машине за 220 тысяч долларов, мне нужно лезть? Честно. Мне она не нужна уже, я уже прошел тот период. Я в 30 лет, у меня был лучший день, я заработал 680 тысяч. Мне не нужно лезть. Долларов. Так еще раз, еще раз, Сергей Дмитриевич, мы не об этом говорим. Вы сказали, что уровни не работают. Я же не впадаю в полемику. От этого должно быть доказательство. Почему? Я поэтому задал простой вопрос. Я задал точно такой вопрос Майтрейду. И так это не рядовая ситуация, не рядовая. 7 ударов на дневке в одну и ту же сторону. Это что? Это случайность или не случайность? Давайте не будем говорить слово закономерность. Все, вот это я хотел узнать. Для меня это не случайность называется уровнем. Все, отлично. Ну, как это. Вы просто, скорее всего, берете там не горизонтальный уровень, а берете зоны. Или, ну, какая разница? Это для кого-то, я тоже смотрю, зоны, просто для меня уровень это точка входа, к которой я могу привязать стоп. Первое. Смотрите внимательно. А, я не докупаюсь, я не усредняюсь, я не сижу против себя. Люди просто, которые сидели в 2008 году, я просто вот смотрел недавно, я читаю Smart Lab, я очень люблю Smart Lab читать. Срач я сразу убираю. Вот я читал Кречетова недавно, читал Ванюту. Вот инструмент идет вниз, я тут докупил там 20%, я тут докупил 15%, потом показан плюс 2%. Плюс 2% это на десятую часть депозита, что есть 0,2. Это просто изменение цены, что не совсем правильно показывает. Так вот, представьте себе, человек набирает 4-5 дней подряд позу, которая идет против него. Человек, в принципе, говорит, что он давно в рынке. Человек не был в 2008 году. Потому что, когда человек был в 2008 году, никто не знает, что будет. В один день выйдут санкции, и Рома Андреев еще раз правильно сказал, выйдут санкции, и пиздец будет рынку. Для этого вначале человек заходит в Momentum Trading, и вот как я видел Наташины сделки, которые она делала. Она заходит в Momentum, Moment пошел, нормально, нет, она взяла, вышла, спокойно взяла свой убыток. Я видел ее сделки. Мы, может, там давно с ней не общались, но я трогаю очень простые вещи, поэтому я еще раз объясняю. Вот эта сделка, это реальная сделка, видите, специально для вас там нарисовали даже треугольнички, вход-выход. И вот покажи список. На этом графике? Не-не, вон сбоку написано. Нет, я просто матом ругаюсь, потому что я всегда ругаюсь. Ну, он даже смешинка сказала, что нормально. А? У вас есть максимальная ситуация, можете выйти отсюда. Ну, так вы подождете дальше, как у вас придет, никакие проблемы. Я всю жизнь ругался матом, Тимофей знает, я всегда ругался, и, к сожалению, я ни ради никого не буду меняться. Я даже на телевизор ругался, когда на РБК можно было ругаться. Это никакого отношения. Давайте по-честному скажем, кто воспринял персонально то, что я ругаюсь матом, можете поднять руку. Саш, да хватит. Не-не-не, я персонально извинюсь. Ну, вы один, к сожалению. Вы один, к сожалению. А? Перед кем? Господа, давайте не будем тратить время. Так я же человека не обижал. Хорошо, я извиняюсь. Да не за что. Да, не, еще раз объясняю, это уже давно доказано было, кто когда-то преподавал, тот всегда знает, что монотонная речь она убивает и неинтересно. Вот еще раз, смотрите, покажи сбоку. Вот это сверху? Да, видите, инструмент закрылся где? Где стоял стоп? Вот посмотрите, в этой сделке со стопом там 40 копеек, это приблизительно 0,3% от цены. Покажи самый низ сделки. Здесь? Да. Или вниз вообще? Нет, 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 вот вверх. Вот была сделка, вот выход как раз на паранормальной свече, когда начинается большая свеча, сделка при 40 пунктов дала 200, да? Там надо смотреть было, как закрывается инструмент, если дневка закрывается, если вы посмотрите дневку, дневка не закрывалась достаточно хорошо, чтобы по-простому сидеть в позиции. Давайте еще одну сделку и три картинки, и все, я свалю. В этой папке? Да, вот давай возьмем ГМК на конфу. Это парень вот специально для вас делал, давай покажи. Что верхний и что? Да, давай сначала. Посмотри, где стрелочки стоят. 5-5 минутка. Да, вот сам заход, вот читайте сбоку, посмотри. Да, вот читай. Сделка в лонг от сильного зеркального уровня, зеркальный уровень, это где уровень поддержки становится уровнем сопротивления. Видите, сколько сделка дала, сделка не добил до тейка 5 к 1, всего 2 пункта. Покажи нижний, вон график, смотрите внимательно, вот откуда был уровень, видите, желтые кружочки, простые сложные пробои. То есть любая сделка заходится в моменте, если сделка себя хорошо удерживает, сделка становится среднесрочной. Закрывай. Закрывай назад. Открывай. Вот специально для вас, я потом выйду в зал, у меня есть, у меня есть, может прямо с самого начала и пойдем дальше. У меня есть все по годам, кто захочет индивидуально посмотреть, без закрасок, я выйду и вам покажу. Значит, я пришел в 98 году в бизнес, все сразу раз и посмотрели. Я пришел в 98 году в бизнес, это был первый год, единственный год мой убыточный. Я в 98 году потерял полторы тысячи долларов. Это 99 год, можешь показать. Я заработал 195 тысяч. Первый год в бизнесе. Я пришел в трейдинг с 400 долларов. Открывай дальше. Это 2000 год. Я заработал миллион 937. Можете посмотреть, откуда берет, кто понимает налоговую декларацию, это Capital Gains, то есть это все деньги, которые заработаны только трейдингом. Она будет на конференции, можете поснимать. Я же сказал, я показал просто стюарт, просто стюарт адрес, стюарт, кто со мной на налоговой декларации. Можете зайти в интернет, это все есть. Дальше. 2001 год. Я заработал миллион пятьсот шестьдесят тысяч. Это только трейдинг. То есть у меня есть еще корпорационный счет, я его даже не показывал, у меня есть корпорационный счет. Объясню, почему сейчас, Тима, подожди. Потому что только на корпорационном счету разрешают делать списание. Кто когда-то был знаком с американской налоговой системой, к сожалению, трейдерам списывать ничего нельзя, но если деньги проходят через корпорацию, только тогда можно делать. Давай. Дедакшнс? Дедакшнс, абсолютно верно. Ты же знаешь, да. Покажи. Следующий год, давай. Миллион пятьсот шестьдесят. Это 2001, 2002. Да, 2002 я заработал пятьсот десять тысяч. Сразу говорю, я не торговал никогда на сдаке, не проторговал ни одной акции Нью-Йоркской фондовой биржи. Вернее, ни одной акции Насдака. И не проторговал ни одной акции интернета. Потому что в интернете любят говорить, Герчик заработал в период эры интернета. Выключай. Так, закрывай. А сейчас… Третий год. Да, сейчас специально закрывай. Там у меня есть по всем годам… Это третий? Я знаю, закрывай. А что, здесь 330? Ну хорошо, давай четвертый. Давай. Да, к этому времени просто, чтобы понимали… А, восьмой год еще? Не, не, я сейчас покажу. Окей. Значит, к этому времени за четыре года я уже владею абсолютно большим количеством недвижимости. У меня есть недвижимость, у меня есть дом. Кто иногда хочет поинтересоваться, просто вбейте Герчик Александр Бруклин, и вы увидите там, в какой арии я живу и сколько по-простому стоит мой дом. Поэтому возгласы типа, блядь, заработал с трейдинга, вернее, заработал с обучения. Первый семинар я провел в 2007 году в компании IT Invest. Дальше. А теперь специально для тех людей, для Ильи Коровина, включай, выключай картинку. Вот, 2008 год. Это только корпорационный счет я привел вам. Я не показал индивидуальный счет. В 2008 году, подними вверх, я заработал 1 456 000. То есть это только с трейдинга и только на корпорационном счету. Это когда все люди говорили, что все слили, и в 2008 году все было предельно плохо. Как я сказал, у меня есть все незамазанное. Если кто-то совсем не верит, мы выйдем туда. Закрывай. Но это еще не все. Помните, позвоните в течение первых трех минут, и вы получите. Это открывает Тула. Рассказываю, кто не знает. Сейчас мы прямо с первого дня я привел просто гипотетические примеры. Значит, в 2006 году я, как состоявшийся трейдер, решил, как в книжке «Чипут черепашек», что можно научить, в принципе, любого человека трейдингу. Я и по сегодняшний день так считаю. Одно маленькое но и одно большое но, как любит, говорит Вася. Одно большое но. Есть ли этот человек психологический, психический и эмоционально устойчив? Что, к сожалению, подавляющее большинство нет. Поэтому я поехал в Тулу. Все люди торговали под риск-менеджментом. И я сделал абсолютно тот же проект, который сделал мой босс. Включая, давай, с первого дня. Значит, посмотрите внимательно. Все здесь фамилии закрашены, в другом месте фамилии не закрашены. Значит, 48 человек в среднем, в среднем, каждый день 80% положительных трейдеров. Каждый. Ой, я ребенка не видел, я бы не ругался матом. Извини. Вот тебе действительно извини. Так вот. Я бы не знал, что дети на смарт-лаб приходят. Прошу прощения, да. Так вот. Если вы посмотрите вот эти цифры, кто знает, как устроена система риск-менеджмента, вот эта система риск-менеджмента. В самой крайней страничке это стоп-лосс, максимальный стоп-лосс. То есть люди при максимальном стоп-лоссе, да. Молодец, Тимофей. Спасибо. При максимальном стоп-лоссе, возьми немножко еще в сторону. Вот. При максимальном стоп-лоссе в 300 долларов люди зарабатывали 4 350 долларов в данной ситуации. 80% положительных трейдеров. Так вот, в отличие от всех остальных, я сам открыл офис, сам набрал людей, сам научил и дал свои персональные деньги в управление. И сам потом закрыл этот офис. Потому что люди… Но в целом бизнес-то прибыльный был. Да. Мы заработали огромные деньги. Я сейчас покажу несколько других дней. Офис были дни, зарабатывал по 200-250 тысяч долларов в день. Ребята, которые были по 18-19 лет. Я хотел показать другое. Очень часто я читаю, что надо слить 5 депозитов, надо слить 3 депозита, чтобы потерять деньги. Нет. Это совсем абсолютно не так. На рынке можно зарабатывать деньги. Самое главное, как я уже сказал, есть две фирмы, насколько я знаю, с удовольствием проекламирую. Это KB Robot и KSELIUS. Это две фирмы, в которых есть риск-менеджмент. Если вы чувствуете, что у вас какая-то психологическая проблема, мой совет один, возьмите себе обыкновенный риск-менеджмент, и это хотя бы, как минимум, берет у вас проблемы. Покажи низ. Если вы посмотрите, из 48 человек в данной ситуации всего 10 человек были в убытке. Давай следующий день. Поднимаем. 30, там сколько? 39 тысяч долларов. Давай снизу. Нам самое главное количество. 46 людей. Видите, офис назывался пряники. Ну, естественно, почему? Вон они, с богом написаны. Пряники, да, тульские пряники. 4200 трейдов за день сделали 46 человек. Проторговано было 562. Радченко не даст соврать. Они могут приблизительно просчитать, сколько центов на акцию. Ну, где-то 10 центов на акцию, 12 центов на акцию выходило. Покажи самый низ. Вот, посмотрите и посчитайте, сколько здесь убыточных трейдеров. Считай, Тима. 9 человек и 46. Давай следующую картинку. Да, я вам просто показываю, что это не ради хостовства, ради того, что на рынке можно зарабатывать деньги. Можно зарабатывать деньги. Ребята из United Traders, их можно любить, можно не любить, можно там писать, не писать, но я лично знаю, что в какой-то момент они зарабатывали деньги, и немалые. Я не собираюсь их рекламировать, но я лично знаю, где они работали. Да, Толь? У нас могут быть там разные отношения с ними, не имея значения там. Они могут иногда на меня погнать за моей спиной, что я очень не люблю, потому что я очень прямой человек. Но я знаю одну вещь. И Вишневский, и Радченко. Саш, ну все, перебирали. Подожди, так, ты успокойся. Ну сейчас уже разговор левый пошел. Я уйду. Нет, я просто говорю, что ребята зарабатывали деньги, зарабатывали деньги. У нас еще один спикер, а мы у него время отнимаем. Покажи еще раз. Ребята зарабатывали деньги, самое главное. Так, что? Считай, какое количество людей. Да. 48 человек. Сколько отрицательных? 9. Посмотри, сколько офис заработал за день? Где это? Там 11 уже. Посчитай, сколько? 220. 220 тысяч долларов офис заработал за день. Ребят, закрыл офис, потому что люди перестали работать. Вот ребята, кто имеет проб группу, я же говорю, те же United Traders, они подтвердят, что в какой-то момент, когда люди начинают зарабатывать деньги, они расслабляются. Давай там последний день, и все, я ухожу. Вот 180 тысяч долларов заработала группа 50. А, нет, там следующая картинка, включи, очень красивая. Следующая? Да. Вот. 20 человек заработали 102 тысячи, и два человека отрицательных за весь день. Офис был закрыт по одной простой причине. Я знаю, что эти люди все смотрят, и они не до когда не дадут мне соврать. Офис был закрыт по одной простой причине. Люди перестали работать. Потому что на рынке есть моменты, когда дают зарабатывать много. Все об этом знают, и Элвис Марламов там тоже скажет. У него были суперприбыльные годы, были не суперприбыльные. У любого трейдера, я поэтому показал вам свои цифры, я не выбирал лучшие года, я вам показал годы подряд. Когда были супергода, два с половиной миллиона, а бывает года 300-400 тысяч долларов. Но, но, самое главное, чтобы вы понимали одну вещь, рынок не будет постоянно вас кормить, не будут постоянно миллионы. И те года, когда плохие, для кого-то плохо, для кого-то хорошо. Надо уметь просто по-простому сидеть, стиснуть зубы. И всем огромное спасибо, кто захочет пообщаться. Саш, в баню-то пойдешь? А? В баню. Я боюсь, что после бани со мной точно никто здороваться не будет. Почему? А каждый теперь пускай это думает по-своему. Знаешь, как в Одессе говорят? Маленький не видно, большой не стыдно. Все, давай, сотри флешку, там еще информация, которую людям не надо видеть. Стирай. А вопрос, да, конечно. Только Найс. Я пришел работать в фирму, которая, директор фирмы был сын, губернатор Нью-Йоркской фондовой биржи. И нас учили специалисты. То есть мы со специалистами общались. Мы не умели торговать Наздах, потому что Наздах был электронный рынок. И некоторые потери, которые, вернее, некоторые меньше заработки, которые у меня пошли потом, это были и чисто из-за перехода на рынок Наздах. Потому что я в 2003 году перешел в другую фирму, и я стал меньше зарабатывать, потому что Найс стал плохо работать. Я честно рассказываю. Но потом в 2007, 2008 и 2009 год у меня был самый лучший. Я обратно уже понял, как торгуется Наздах. И по-простому стал торговать Наздах. Потому что между Нью-Йорком и Наздахом была большая разница. Да, только акции, никаких фьючерс, никаких опционов. Никаких, никаких ETF-ов тогда не было, никаких CFD, торговались только акции, только крупных компаний, никаких манипуляций. И большой плюс, все, что вы видели, это только внутри дня. Кстати, весь тульский офис, весь тульский офис торговал только внутри дня. я держал. Я держал своих личных 2,2 миллиона. Нет, я сказал 2,2 миллиона долларов я держал гарантийного обеспечения своих персональных денег. вы же называете, есть плечо. Я поэтому сказал. Подожди, я ответил на ваш вопрос или не совсем? Я отвечаю. Значит, 2,2 миллиона долларов персональных денег, 14 миллионов покупательная способность. Но это не значит, что она была использована каждый день. То есть мы на 14 миллионов, по сути дела, могли бы зайти. Я никогда в жизни не считал процент на процент. Я всегда считаю, сколько денег я могу унести в месяц. Да. А я никогда в жизни не считаю плечо или не плечо. Я торгую от стопа. То есть я смотрю, какой риск и сколько я могу зайти. И у меня есть риск на сделку, риск на позицию. Сейчас я торгую портфель. А, я же еще не все показал, Тим. Ну ладно. Он удалил. Я вам хотел потом, если кто-то хочет, у меня есть 9-летняя давность и трак-рекорд по очень крупному счету. Поэтому я думаю, что никого никаких вопросов не будет. Если кто-то захочет, пожалуйста, в кулуар и я его покажу. Вообще никаких проблем. Вплоть до того, что там торговалось. Счет давнишний. А? У меня форекс-компания. Я не квалифицировался, во-первых. А, первое, я не торгую форекс. Я не торгую форекс. Я просто считаю, что на самом деле на рынке должна быть компания, которая должна быть конкурентна с другими. И поэтому открыли форекс-компанию. Мы не берем маленькие депозиты, и к нам приходят абсолютно другие люди. Но я торгую. Вот как продолжал торговать Америку, так ее и продолжаю торговать. Нет, пока нет. В компании в смысле? Ну, сейчас пока компания вкладывает деньги в развитие. Пока прибыли нет. Ну, я уверен, что будет. Рано или поздно. Все. Тайси, вопросов нет. Спасибо, дядя Саш. Да, спасибо. Благодарю. Да, в баню не пойду. Как говорят в Одессе, маленький не видно, большой не стыдно. Элвис, я тебя очень прошу, ты знаешь, мы с тобой были вместе в Красноярске, я тебе великолепно дождусь. Извини, что я у тебя отнял немножко времени. Так. Да, я, кстати, слежу за Ленкой Капиталом, чтобы ты знал. Редактор субтитров А.Семкин